Здравствуйте! С вами Ивантеевское телевидение. Каждый день наши съемочные группы работают в городе, чтобы вы были в курсе, что происходит в Ивантеевке. Я Екатерина Бондарева. Сегодня в выпуске. Награда героям. Дивизия Держинского отмечает день рождения. Хорошо, что телевизор не передает запахи. Жители жалуются на бездействие управляющей компании. О пользе камер видеонаблюдения. Помогаем разыскать злоумышленников. Посвящается Мундиалю. Портрет вратарян рисовали ивантеевские графитчики. Выгнать нельзя оставить. Как кошки стали причиной конфликта. Об этом и многом другом прямо сейчас. Сезон дорожных работ Ивантеевка использует на всю катушку. Армгрупп обновляет муниципальные дороги. Сейчас основные силы подрядчика брошены на улицу Коминтерна. Это новенький тротуар, по которому пока еще передвигается мини-каток. У третьей гимназии почти готовы пешеходные дорожки. Чуть далее кипит работа. Асфальтовая крошка, рабочие и новое дорожное покрытие. Сегодня и в последующие несколько дней будет вестись работа по укладке асфальта на проезжей части вечерние и ночные часы. Сегодня планируем в ночное время закататься асфальт на улицу Коминтерна. Принесу свои извинения жить сам на улице Коминтерна. Я думаю на 2-3 часа, не больше. Так будет продолжать 2 или 3 дня, не больше. В этом году в Ивантеевке обновят 11 дорог. Из них готовы железнодорожная, промзона Толмачева, площадь Детская. Помимо Коминтерна, работы ведутся на Оранжерейной. Там приподнимают уровень дорожного полотна на 35 сантиметров, чтобы исключить простой воды. После того, как там засыпет все крошкой, подрядчик начнет укладывать асфальт толщиной 10 сантиметров. Кроме того, по инициативе городского руководства ведется разработка проекта на строительство дополнительной полосы на пересечении улиц с Муряковой и Толмачева, что позволит снизить транспортную напряженность на данном участке. С вами Ивантеевское телевидение. На торжественной годовщине дивизии имени Держинского глава города Елена Ковалева вручила награды военнослужащим за особые личные и военные заслуги. Товарищ генерал-майор, почетный караул от войск Национальной гвардии Российской Федерации по случаю возложения венька к памятнику воинам-держинцам, погибшим при исполнении воинского долга, построен. С торжественного возложения цветов к вечному огню начинается праздник, посвященный 94-й годовщине образования дивизии имени Держинского. Главу Ивантеевки, а также руководителей Балашихи Королева и Реутова пригласили поздравить военнослужащих и вручить награды. В этих городах дивизия проводит военно-патриотическую работу, а также обеспечивает охрану общественного порядка в праздничные дни. Я горжусь тем, что стало доброй традицией взаимодействия между дивизией и веренным мне городом. Во все самые важные моменты для Ивантеевки, торжественные и праздничные, и просто очень важные, ваши офицеры всегда рядом с нами. Медали, государственные награды, звания, ценные подарки и почетные грамоты. От срочников до командира дивизии. Более 200 человек сегодня награждаются со сцены за особые личные и военные заслуги, а еще 300 будут поощрены по месту службы. Поздравляет виновников торжества и академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, один из крупнейших армейских художественных коллективов России, которому в этом году исполняется 45 лет. Рассказния, Рассказния, земли одной святыли. Рассказния, Рассказния, защитница страны. По приглашению жителей, наша съемочная группа побывала в доме 13-2 на улице Держинского, чтобы убедиться, жалобы обоснованы. И управляющей компанией первому РЭПу нужно срочно принимать меры. Подвал дома Держинского неоднократно затапливался. Неприятный запах остался после откачки воды Ивантеевским водоканалом. По словам сотрудников коммунального предприятия, устранение запаха является обязанностью управляющей компании. Дышать и уже находиться невозможно. Я вот тут решил, думаю, пойду я лучше в машину спать. Жители дома обошли все инстанции, но конкретного ответа, когда прекратится зловоние, так и не получили. Последней надеждой жильцов стало коллективное обращение в Роспотребнадзор. После капитального ремонта как-то спокойнее стало, лучше. А вот это вот в этом году нечем дышать. Ни в квартире, ни в подъезде, ни во дворе. Управляющая компания РЭП номер один согласилась прокомментировать ситуацию и продемонстрировать подвал дома. Жители говорят, что это первый визит работников УК с мая. Трубы канализации все новые. И в подвале, и стояки. Значит, второе, засоры канализации проходят в основном 99% по вине жителей, проживающих в доме. То, что натекает в подвал, конечно, там выкачивать нечего, потому что там нет слоя воды. Там не откачаешь ничего. Но там есть грунт, который напитывается. Сейчас немного подсохнет, вызовем специализированную организацию. Она проведет дезинфекцию специальными средствами. Сотрудники РЭП номер один пообещали продемонстрировать состояние подвального помещения дома. Но не явились в назначенное ими же время. Запах чувствуется уже у подъезда и доходит до последнего пятого этажа. Также жители заявляют о ненадлежащем состоянии вентиляции дома. О подзе камер видеонаблюдения. Ни подъезд с домофоном, ни трос не спасли от кражи велосипеда. Но может быть кто-то из наших зрителей узнает злоумышленников. На камерах видеонаблюдения видно, как парень и девушка заходят в подъезд в доме 21 на улице Толмачева. Молодой человек обратил внимание на камеру видеонаблюдения, но не отказался от своих намерений. На то, чтобы отрезать тросик у злоумышленников, ушло несколько минут. Из подъезда они вышли уже с добычей. Воришек разыскивает полиция. И информация о них поможет вернуть велик владельцу. Кошкам не место в подвале. Несмотря на тревогу и жалобы любителей животных, управляющая компания непреклонна. Как кошачий вопрос испортил отношения между жителями и управляющей компанией, разбиралась наша съемочная группа. Сидит за решеткой, но уже не в сырой и не в темнице. Этот котенок, как и несколько других, вместе со своей родительницей теперь обитает на свежем воздухе. Управляющая компания заблокировала вход в подвал для этих и других кошек, а также собак и прочих посторонних лиц. Местные зоозащитники сразу же обратились в управляющую компанию с требованием открыть продухи в подвал. Мне предложили там оформить заявку на то, чтобы в каждом доме в микрорайоне детское оставляли один продух для входа и выхода кошек. Вот такую заявку я оставила. Жители настаивают – от кошек нет никакого вреда, а наоборот – польза в виде сократившейся популяции грызунов. У четвертого рэпа иные аргументы – вонь, блохи и порча общедомового имущества. Плюс к этому кошки, по словам коммунальщиков, любят поточить коготки о теплоизоляцию. Стоимость работ, по замене которой, составляет 300 рублей за квадратный метр. Но любители животных уверены – это не причина, чтобы не пускать кошек в подвал. Кошек тоже кормлю их и все. Мой сын 14 лет. Он 14 лет кормит и ухаживает за кошками. Ну что значит ухаживает? Это значит, что он кормит кошки, он поймал, осмотрел ее, и все. Если изранен или что, медицинскую какую-то, у него всегда с собой медицинские препараты. Как нам рассказали в четвертом рэпе, закрытие подвалов проводится в рамках действующего законодательства, а именно постановление Минстроя номер 170. Управляющая компания, цитата, «должна обеспечить защиту помещений от грызунов, кошек и собак». Конец цитаты. В этом случае зоозащитники уповают на законопроект, который рассматривался осенью прошлого года. В нем говорится об обязательстве управляющих организаций оставлять в решетках продух размером 15 на 15 сантиметров, чтобы кошки могли свободно выходить и заходить в подвал. Однако пока этот законопроект не принят и будет ли вообще, неизвестно. Как заявляют в четвертом рэпе, если все же поправки будут приняты, то коммунальщики незамедлительно отреагируют и оставят четвероногим дырочку в светлое будущее. Жителям же остается уповать на сострадание законотворцев и слова духовных пастырей. Что говорит святитель Василий Великий. Он говорит так, о Боже, расшири в нас чувство товарищества со всеми живыми существами, с нашими меньшими братьями, которым ты дал эту землю, как общий дом с нами. Да уразумеем, что они живут не для нас только, но для себя самих и для тебя, что они наслаждаются радостью жизни так же, как и мы, и служат тебе на своем месте лучше, чем мы на своем. Чемпионату мира по футболу посвящается. В Ивантеевке на одной из электроподстанций появился портрет прославленного советского вратаря Льва Яшина. С одной стороны подстанции портрет Льва Яшина, выдающегося советского футболиста и вратаря, выступавшего за Московское Динамо и сборную СССР. На другой стороне дети, играющие в футбол во дворе. Во-первых, это просто красиво, ну и нарисовано красиво. Во-вторых, это все-таки история. Кто там, Яшин, по-моему, да? Пусть дети. Тут реально детская площадка гуляют, смотрят на красоту, почему нет. Тема, Саша и Егор – герои, которые безвозмездно украшают городские подстанции. К 9 мая они разрисовывали стену на улице Задорожная. К чемпионату мира – возле дома 4 по центральному проезду. То, что там на олейке выставили, мне очень понравилось. И ребенку тоже мы ходили, смотрели, он тыкал пальцы, мама, это что за картина? Со своей работой ребята заявляются на областной конкурс, организованный Главным управлением социальных коммуникаций. В отборе принимали участие художники с 14 до 30 лет, а на следующей неделе жюри выберет победителя среди лучших работ региона. Наш партнер в Антеевской кабельной сети запустил в сетку дубль первого канала в суперкачестве Ultra HD или 4К. Всего на один месяц до закрытия чемпионата мира 2018. Звук тоже – Dolby Atmos. Чтобы насладиться суперкачеством, найдите в сетке вещания канал Test Ultra HD на 399-й кнопке. И обратите внимание, ваш телевизор должен поддерживать формат Ultra HD. С вами Ивантеевское телевидение. До завершения приема работ на наш конкурс видеороликов к юбилею Ивантеевки осталось менее двух недель. Снимаем любимый город, монтируем и присылаем работы на конкурс. Номинации нашего конкурса – селфи «Я Ивантеевка», автор в интересных местах нашего города. Моя Ивантеевская история – это могут быть семейные легенды, исторические зарисовки и сюжеты, рассказы о предприятиях и династиях, о заинтересовавших автора местах города. Ивантеевка Next – о будущем Ивантеевке, каким его видят участники конкурса. Специальные призы между храмом и ключом – за интересный взгляд на историческую часть города. И какого цвета Ивантеевка – за интересные цветовые решения и игру с цветом. Срок приема работ до 30 июня. Контактный телефон 536-49-59. Электронный адрес – Ивантеевка, ТВР, собака, джимайл.ком. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Екатерина Бондарева. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова